Зачем мне это скажите? Наталья Красовицкая, ученица шестой ступени. Подскажите, учитель, нейрографика так волшебна, как ее преподносят? Конечно, если человек изучает нейрографику, то это может быть действительно для него волшебно. Вы понимаете, вы мне сейчас задали такой вопрос. Андрей Андреевич, а художник, это по-настоящему хорошая специальность или плохая? Потому что есть такие художники, чьи картины могут стоить 10 миллионов долларов. Я вам хочу сказать, конечно, я согласен с этим, художник это очень хорошая специальность. И вы устраиваетесь в школу, где берете обучение, как рисовать, и у вас, вернее, как там писать полотна. И вот вы изучаете это три месяца, а потом мне говорите, что это я три месяца изучала, но у меня полотен не выпустилось, а что я сделала, никто не хочет купить, а я уже... Все это вранье, потому что я не верю, что были люди, которые могли так писать полотна, что их полотна могли продаваться за 10 миллионов долларов, за 100 миллионов долларов. Это брехня, это обман, так не бывает. Так же и здесь. Вы знаете, чем бы человек ни занимался, он должен знать, что он должен быть одержимым этим. Одержимой картами Таро и популяризацией, допустим, предсказываний, человек может сделать очень хороший канал YouTube и быть популярным. Доказательства. Тысячи ютуберов сейчас есть, и блогеров, которые ведут каналы в YouTube, у которых гадают, у которых никто не смотрит, и тысячи есть тех, которых смотрят, которым обращаются, которые нравятся. Таких, как я, наверное, миллион уже, знаете, уже, по-моему, эта ниша, она дуется и скоро треснет по швам, потому что только, я не знаю, человек несведущий, не читавший ни одну книжку, начинает предлагать курсы или начинает рассказывать в YouTube и о эзотерике, и о магии, и о христианстве, и какие-либо концептуалы давать, и свои авторские разработки, и коучинг, и так далее. То есть огромное количество информации. Но дело в том, что разница в этом всем имеется. Какая? Я хочу в пример поставить Веру Хубилашвили. Она ученица школы, насколько я помню, по-моему, пять ступеней закончила. Два раза было у меня на курсах по ясновидению. Очень знаменитый астролог, она преподает и принимает в Москве. Очень хорошо ко мне относится. Может, относилась. Ну, думаю, что относится. Она очень теплый, хороший человек. Мне очень нравилось как человек. Я думаю, где-то ей был полезен в ее жизни. И когда вот она приехала в свое время, пусть она мне извинит, если увидит это видео, ничего плохого не расскажу. Когда она приехала в свое время, она мне сказала, Андрей Андреевич, у меня никак не получается. Уже много лет пытаюсь, и много лет записываюсь, и много лет на это деньги трачу, и много лет и так далее. И я ей сказал, скажи мне, Вера, ты фанат этого? Она говорит, я такой фанат, и я увидел в ней вот это, то, что вижу в себе. Фанатизм, вера в то, что ты занимаешься тем, что правильно, и что может помочь, и что нравится. И вот этот фанатизм, он может толкать. И я ей сказал тогда, если ты фанат, то тогда не сворачивай, потому что все дело времени, если фанатично точить ножи каждый день, то ты научишься их точить так, как самый лучший специалист. Кем был Леонардо да Винчи, кем был, допустим, наверное, Микеланджело, они были фанатами. Кем был Моцарт и Шопен, они были фанатами. Один умудрялся с помощью музыки создавать праздник, другой с помощью своих хрустальных пальцев и хрустального инструмента создавать хрустальные звуки, которые создавали у человека печаль и путешествие такое лирическое. И куда-то водили. Наверное, таким же фанатом был Петр Ильич Чайковский. Ну, такими фанатами были, наверное, и Лев Толстой, и такие фанаты, вот они и создают это все. Когда человек говорит, можно, нет, или там получится, не получится, нейрографика. Готов в этом быть фанатом, готовы 3-4 года просто так положить свои жизни в ни во что, не зарабатывая на этом деньги, но четко продвигать, с выторщенными глазами, там, предсказывать, еще что-то делать. Не знаю, к сожалению, с такой инфографикой.